Данил Пружников на сцене с 4 лет, сейчас ему 12. Начинал мальчик с чтения стихов, а несколько лет назад выяснилось, что он еще обладает абсолютно музыкальным слухом. Десять лет мы пошли, но просто чтобы пальцы разбить. Потом смотрим, начала получаться, программу начала пережать. Пошли сначала на первый международный конкурс. Не получилось. И так пошло дальше. За этот год Даня стал лауреатом семи международных фестивалей. И таких дарований в городе немало. Только в районном этапе конкурса «Хрустальный петушок» принимают участие 30 детей. В рамках фестиваля у ребят есть возможность проявить свои творческие способности в самых разнообразных жанрах. В вокальном, танцевальном, инструментальном и художественном. Так, из конкурсных работ, которые представлены в номинации «Прикладное искусство», получилась целая выставка. «Очень сложно работать с такими детьми. Но самое главное – любить детей. И ребенок всегда чувствует, что ты его любишь. Как ты к нему относишься. И стараемся вот через такое отношение к ребенку открывать его такие качества, которых ни он не подозревал, ни его родители не подозревали, что дети такое умеют». Утверждаться в жизни «Хрустальный петушок» детям с ограниченными возможностями здоровья помогает вот уже пять лет. В 2009 году конкурс учредила Лига женщин «Мост добра». С тех пор организаторы открыли множество дарований. «В этот день я хочу поблагодарить за организацию и помощь Лигу женщин «Мост добра». И непосредственно руководителя указанной общественной организации Елену Николаевну Пакомову. И благодаря Елене Николаевне удается организовать этот замечательный фестиваль. И, конечно же, собирать здесь замечательных детей». Участники фестиваля получат дипломы и памятные призы. А победители конкурса примут участие в городском этапе «Хрустального петушка». Но главное, как известно, не подарок, а внимание. Ведь для детей с хрупким здоровьем лучшая награда – это полные залы и неподдельный интерес публики. «Только помни, только помни, крохотелит в веках. Самое главное в жизни профессия быть человеком». Елена Авсецина, телекомпания ФКТ.